По поводу утверждения, как вы перешли вообще наш путь зависимости от залог успеха? Я честно записывал правила, принципы, которые веды составлены, и просто пропустил. Если мы зависимы от абсолютной истины, то мы успешны. Если мы не зависимы от абсолютной истины, то мы эгоистичны. Поэтому мы страдаем. А как понять зависимость? То, что нам интересно. То есть вера. Мы вот этот термин разбирали, интересно, вера. Вера – это то, что мне интересно, то, от чего я чувствую свою зависимость. Если мне абсолютно истина и интересно, я в нее верю, то я реально погружаю свой ум в это. Если мне это не интересно, то я от этого, в общем-то, независим. Все, мне я интересен и думаю, почему я еще до сих пор не богат, почему меня не уважают, почему меня не любят, не ценят. Что вообще за беспредел? Меня должны любить и ценить. Понимаете? То есть эгоистичные желания. И поэтому я страдаю. Очень простая вещь, в принципе. Ну, то есть, пока я думаю о себе и страдаю – это формула ВЕТ. Чем больше я думаю о себе, тем больше я страдаю. Чем меньше я думаю о себе, тем меньше я страдаю. Очень хорошая формула. Отработанная формула. Мы часто приводим этот пример с больным зубом, который ночью, а сильнее болит. Потому что мы ночью больше думаем о себе. Это принцип эгоизма. Принцип эгоизма. Эгоцентризма. Я думаю о себе. Я думаю о себе, как о Боге. Все. Это боль. Почему боль, мы говорили в самом начале. Это не мое положение. Мое положение – думать о абсолютной истине. Моя природа – думать о абсолютной истине. Когда я думаю о себе, я страдаю. А когда я думаю о абсолютной истине, я счастливый. Посмотрите. Даже если я думаю не о абсолютной истине, а даже просто о ком-то другом, то уже счастливый. Вот почему в любви, а сначала все такие счастливые, а потом опять все несчастные. Потому что какое-то время… Привязанность, да? Да. Да, потому что какое-то время, смотрите, они не думают о себе, они думают друг о друге. И привязаны к служению друг другу. А потом это проходит, и они начинают думать, что-то он малым не служит. Опять эгоизм возвращается. То есть это та же привязанность, что не произошло. Была привязанность к служению… А теперь привязанность к себе. К своему счастью. Почему он мне мало служит? Почему он мало зарплаты приносит? А говорил, что любит. Раньше мы были готовы без зарплаты быть вместе. А теперь только с зарплатой. Понимаете? И тут же страдания начались. И тут же развод. Понимаете? То есть, пока мы были… А пока мы не думали о себе, то нам был и рай в шалаше. Как только мы начали думать о себе, уже тут не до шалаша. Уже нужна хорошая трёхкомнатная квартира. Поэтому тут же страдания пришли. То есть, даже если я просто перенёс объект внимания с себя на кого-то другого, уже страданий нет. Почему люди рыбок покупают? Потому что дома одному невозможно находиться, страдаешь. А так рыбка плавает, ей щёлкаешь пальцем в стекло, и страданий нет. Реально страдания уходят. Покормил – страданий меньше. Почему? Я перенёс своё внимание с себя на кого-то другого. Рыбка, там же тоже Бог есть в ней. Маленький. Это же тоже дитя Бога. То есть, мы перенесли своё внимание ещё не на самого Бога, а на дитя Бога. И уже страдания ушли. То же самое вы говорили. В театре происходит. И там почему-то… Да. Факт. Факт. Очень интересный. Нести внимания. Интерес, да? Интерес на весьма снижение. Да, но если я переношу на временный объект, то это временный интерес. И он обязательно пропадает, поэтому опять страдания возвращаются. Поэтому я должен интерес на вечный объект поместить, на абсолютную истину. И тогда этот интерес будет только увеличиваться, он не будет пропадать. В этом наша ошибка. Мы интересуемся временными вещами. Поэтому это временное, оно нас заставляет страдать. Потому что интерес опять к себе возвращается. Ну, рыбок покормили, всё, теперь надо о себе подумать. Рыбки накормлены, светом выключили, теперь о себе. А как же я? Правильно. Верно. Вот в продолжение думать о себе и о другом. Мы сегодня говорили о том, что если рассматривать любого человека, пришедшего к нам в жизнь, встретившегося как душу и как того, кто Господь послал, то как-то становится проще. Но если я не всегда хочу слышать то, что он мне говорит, и я понимаю, что то, что он мне рассказывает, то есть человек просто тратит мое время, я не готов ему это отдавать. Значит, нет страданий. Не достаточно страданий в жизни. Со страданий у меня или... Нет страданий в жизни, то есть мы ещё наслаждаемся. Поэтому мы и говорили, что страдания в этом случае, вот это вот неудовлетворение, оно приводит к тому, что мы начинаем слышать других. И даже из абсолютно странных источников начинают приходить очень понятные вещи. Мы думаем, да, мне это уже тысячу раз говорили. Почему я никак не могу это понять? Понимаете? Но так как я не настроен, так как я ещё наслаждаюсь, так как у меня нет вот этого вот внутреннего неудовлетворения своей странной жизнью, то я поэтому не могу увидеть учительство в этой встрече. А на самом деле всё поучителен. Мир абсолютно поучителен. Изначально поучителен. Понимаете? Поэтому это условие. Одно из условий. Разочароваться в своём странном поведении. Если этого нет, то помочь невозможно человеку. Он думает, всё нормально. Таких людей во сколько. Да всё хорошо, жизнь налаживается. Мы победим. Победа будет за нами. Понимаете? Поэтому какое-то время с ним невозможно даже на эту тему разговаривать. То есть он не будет с вами разговаривать. Он не будет вас слушать. Но мир добрый. Поэтому оказывается, что не всё налаживается. А всё очень даже разваливается. И к человеку опять приходит неудовлетворение. Кризис. И в этот момент неудовлетворенности он начинает слушать. Он начинает прислушиваться. И тут он может встретить своего учителя, наставника. Тут он может получать наставление в принципе. В принципе из любого источника. Если он готов. Прошу прощения. Он сможет из этого любого источника вынести главное зерно, да? Ну какое-то направление он получит. Какое-то направление он будет получать. А главное зерно он может вынести только Шамадбагавату. Ну то есть все эти подталкивания в конце концов нас ведут к Шамадбагавату. Потому что истинное зерно можно только получить из этого производения. И тысячи раз одно и то же повторяется, 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 повторяется. Чтобы оно в нас вот завинтилось. Туда вкрутилось. Понимаете? Но подталкивания-то они вот такие. Ледненькие. То есть это же не так, что вы к человеку на улице подошли и сказали, все, Багаватам читаю. И он, да, все понятно. О, читаю, все понятно. Бог есть. Я слуга Бога. То есть это не так. Человеку нужно пройти какие-то сомнения, рассуждения, переживания, ломку парадигмы, какие-то философские поиски, споры, наезды, понимаете, пробы, хождение по мукам. Ну да, длительный процесс. Длительный процесс. Видите, даже вон в Есадеве пришлось долго помучаться, чтобы к этому прийти. И потом, когда вот он уже был окончательно неудовлетворен, хотя сделал все. Вот тогда он услышал Нарду. Тогда Нарда пришел, он его услышал. И Нарда ему все объяснил. Так вот интересно. То есть все в свое время. Одним словом. Всему в свое время. Этот фактор времени, он присутствует. Его нужно учитывать. Поэтому, если вы не видите, что у человека нет вот этого вот разочарования, сомнения, неудовлетворенности, ему очень трудно помочь. У него жизнь перспективна. Еще пока перспективна. На позапрошлой лекции говорили о том, что очень важно быть удовлетворенным в любой ситуации, в том положении, где мы находимся. И правильно я понимаю, что нужно и вот в этой неудовлетворенности, которая приходит, как я садовый себя чувствовал, тоже научиться видеть милость Бога, да, и научиться ее тоже использовать для дальнейшего продвижения своего. Да, если мы ее тут же используем для этого, то это и будет тут же удовлетворенность. Она тут же переходит в удовлетворенность. Ну, то есть, как мы сегодня говорили, страдание – это видеть что-то отличным от Бога. Поэтому, если это неудовлетворенность я вижу отличным от Бога, то я думаю, депрессия, надо антидепрессантов попить, может на футбол сходить или пивка, то есть непонятно, что делать. Но если я вижу это как милость Бога, то я тут же пытаюсь понять, что делать-то. И тут же мне встречается духовный учитель и дает мне наставление, что мне делать. Я начинаю это делать. Именно так описывается все, то есть очень такое прямое описание именно этой истории. Сейчас возник вопрос. То, о чем, причем не часто возникал, то, о чем мы сейчас говорим, мы будем еще к этому возвращаться. То есть вот сейчас, я понимаю, да, вот в этом состоянии все запомнилось, даже записалось. Но потом это уйдет. Чувствуешь, что у меня круглый вопрос. Покупаете книжку, ложите закладку и перечитываете. Ну да. На самом деле мы... Повторение, вот этот принцип повторения много раз, да? Да, мы его используем. В приложении, да? Мы его используем, да. Мы его используем, Бхагаватам так устроим. Почему мы читаем Бхагаватам? Потому что волей-неволей в каждом стихе приходится говорить об одном и том же. Заметили, нет? И те, кто это выдерживают, те живут здесь последнюю жизнь. Те, кто не выдерживают, они идут искать разнообразие. И теряются. На просторах Вселенной. Тут есть тонкие пути для путешествий. И они отправляются в космическое путешествие по этому миру. Если человек это выдерживает и действительно обобретает эту веру, то его интерес навсегда сосредотачивается на Высшем, на Абсолютной Истине. И цель жизни решена. Цель жизни — обрести интерес, обрести вкус к Абсолютной Истине. Это цель жизни. Чем занимаемся? А у нас пока вкус к чему-то подозрительному. Лучше даже их не перечислять. Вслух наши вкусы. Можно напугать соседей. Вкусы у нас странные. Позвольте еще вопросы. В Ясадеве, когда создавал Махабхарату, он, по сути, как автор, с какой-то точки исторической, начал описывать историю потомка Бхараты. Структура Шримад-Бхагава там такая, что, в принципе, основное изложение, которое у нее изложено, это слова Ашукадева Гасвами. Скажем, саму запись делал Господь Ганишин. Писал, да, непосредственно водил там бивнем по пергаменту. А какая роль как автора здесь Ясадева? Ясадева составил заново, переформатировал все веды. И собрал только то, что вновь и вновь повторяет одно и то же. Цель человеческой жизни – слушать абсолютную истину. И он собрал все это без хронологического порядка. В Шримад-Бхагава там нет хронологии. Собрал это воедино только то, что может нам благо принести. Все вторичное откинул. То есть только первичное. Абсолютно первичное. Поэтому сливки – только самое лучшее. Поэтому никакой хронологии. Все истории собраны с разных частей. Но собрано именно то, что решает проблему жизни. Только это. Тогда следующий сразу вопрос. Если произведение собрано не по хронологическому принципу, то должна быть определенная структура в нем. Есть структура. Структура Бхагавадгита, если я правильно понимаю, это подвести к 18 главе, закончить рекомендации предаться и подведением итогов словами Санжая, что в конечном итоге Аржуна будет победителем. Потому что он именно этому следует. Но структура Шримен Бхагавадан такая, что после 10-й песни идет 11-я и еще и 12-я. А вот роль 12-й песни в этой всей структуре. Вроде бы кульминация достигнута. Но нам бы до 10-й добраться. Нет никакой кульминации. Мы еще не добрались до 10-й песни. Зачем перескакивать? Это называется перескакивание, это самая главная ошибка. То есть нам нужна вся жизнь, чтобы до 10-й песни добраться. 10-я песня это завершение. Понимаете? Поэтому мы еще не добрались до этого. Но зачем нам дальше-то? Куда дальше-то идти? Поэтому сначала нужно понять систему первых 9 глав. Изучить их. Там есть своя очень строгая система. Есть своя очень четкая логика. Есть свои правила очень строгие. Все очень строго расписано. Надо это изучить. А тогда нам будет понятна 10-я песня. Когда нам будет понятна 10-я песня, будет понятно все. Потому что это совершенство. Потому что мы должны в конце концов дойти до этого. Но когда мы перепрыгиваем, это проблема. Называется сахаджи. Перепрыгивание. Поэтому не должны перепрыгивать. Зачем не надо? То есть мы сейчас пытаемся понять то, что еще рано. Зачем? Нет смысла. То есть смысл как раз довести нас до 10-я песни. Это вполне достаточно. Там еще много чего интересного. Но это уже вот обрамление. Сначала первая песня, вторая, третья. Тут очень много логик, которую нужно разобрать. То есть принцип вет это всегда обрамление. Поэтому бриллиантом никогда не заканчивается. Камнем никогда кольцо не заканчивается. Это всегда обрамление. То есть всегда еще что-то дальше идет. Поэтому такой принцип. Такой же принцип Боговадгиты. То есть она в серединке. Так же и здесь. Кришна тоже в серединке. Это нормально. Вот если коротко. Но туда даже лучше не лезть пока не надо. То есть лучше вот на первых песнях. Самое главное пройти первую песню. Ее структура самая серьезная. Поэтому если погружаться в Шимадбагова, то нужно первую песню изучить. В ней самая сложная структура. И в ней объясняется вся суть Шимадбагова. Вся идея, вся логика. Все вот это погружение. Дальше немножко другие задачи стоят. И мы туда даже не идем. Даже не стоит туда идти. То есть не стоит торопиться. Это некоторое нарушение восприятия. То есть восприятие должно быть последовательным. Если восприятие непоследовательное, то мы не получаем этого вкуса. То есть есть, знаете, последовательность принятия пищи. Сначала один вкус, потом второй, потом третий, потом четвертый. Также и Шимадбагова. Там каждая песня, он некоторый свой вкус дает. Поэтому исторической хронологии нет. Но внутренняя хронология очень четко. То есть внутри очень четкая связь каждого стиха, каждой главы, каждого раздела. Поэтому это требует изучения. Если интересно, надо изучать. Есть специальный курс на эту тему. Его нужно пройти. Где вся эта внутренняя хронология. Она очень точно описывается. Есть эти связи. То есть есть специальные произведения, которые описывают. И специальные комментарии, которые эти связи описывают. Я говорю, что есть 88 комментариев. И мы сейчас особенно эту структуру не разбираем, потому что она не первична. Первичны вот эти наставления с Бхагаватом, которые лишают нас страданий. Которые нам дают понимание цели жизни. А структуру должны разбирать те, кто именно с научной точки зрения интересуется этим произведением. То есть нам сейчас структура, она не очень актуальна. Можно, конечно, и в это залезть. Но это сразу всем станет очень грустно, поверьте мне. Я сегодня 8 часов слушал структуру Шимат Бхагавату. Поверьте мне, высидеть очень трудно. Потому что это научные знания, они требуют определенного склада ума. У нас этого склада, как правило, нет. То есть у нас запала не хватает, а структурированием заниматься. Нам нужно такое более такое публичное объяснение, что и делает Шива Пархупада. Он очень просто, доступно и ясно это объясняет. Без какого-то слишком такого тонкого структурирования, чтобы отвлекало на шум, на какие-то второстепенные вещи. То есть есть эта структура, она есть. То есть есть это правило обрамления. Но мы просто туда, в эту часть не лезем. Она с другой стороны. Сейчас она для нас не актуальна. Субтитры создавал DimaTorzok